Рассказал, что внутри самой стандартной модели есть какие-то проблемы, но прямые свидетельства того, что стандартная модель не полна, они берутся из космологии. Значит, и это понимание возникло совсем недавно по этим историческим меркам. И космология как точная наука возникла совсем-совсем недавно, в протяжении последних 20-25 лет, и сегодня мы понимаем очень много про Вселенную, начиная, по крайней мере, с одной секунды после Большого Взрыва, нам много еще известны хорошие точности. И тут, конечно, есть множество экспериментарных данных, совершенно другого характера в сравнении с тем, что получается на столице. Это, конечно, наблюдательные данные разных типов. Вот есть глубокий обзор галактик, например. Сегодня речь идет о, так сказать, измерениях положения углового и радиального положения галактик на расстоянии в ходе до 20 миллиардов световых лет. И речь идет о миллионах таких объектов, миллионах галактик. Значит, темп расширения. Вселенная расширяется, даватели от нас удаляются и измеряются по помощи эффекта доктора фактически. Значит, след далекий галактик приходит к нам по красневшим. И вот сейчас, возможно, имеется точное измерение скорости расширения Вселенной в разные эпохи. Вот одна из таких картинок здесь приведена. Это вот разные объекты. Насчет вот, ну, метод единицы, расстояния. А это красное смещение. Насколько раз цвет краснее в единице, плюс красное смещение. А то, насколько раз цвет краснее двигается к нам от соответствующего источника. Это вот разные источники тут. И, значит, в чуткую сторону, если говорить о красном смещении в единице, то это источники, которые находятся от нас на расстоянии примерно 10 миллиардов световых лет. И свет от них был испущен примерно 8 миллиардов лет назад. Это, так сказать, больше, чем половина от времени жизни Вселенной. Такие вот глубины сегодня, на такую глубину привлекают наблюдательные телескопы. Значит, в прошлом Вселенная была, расширялась очень быстро, сегодня она расширяется медленно. За 10 миллиардов лет примерно имеется расстояние, сразу в два. А в прошлом совершенно другое там расширение было. И свойства веществов Вселенной были совсем другие. Веществов в ней было гораздо более плотно, гораздо более горячее. Сегодня температура Вселенной, она измеряется по эреликтивному излучению. Вселенная температура небольшая, 2,7 кельмена. А в прошлом она была очень горячей. И при расширении, как любая, так сказать, среда, космическая среда тоже остывала. Она остыла до такой температуры. А раньше она была для себя горячей. В частности, было время, когда вещество находилось в состоянии плазма. Горячая среда, горячий, в принципе, способен нагреть газ, он будет в виде состояния плазмы, где есть электроны и здесь протоны, а не атомы в газе, атомы водорода, в основном, когда были. Ну и вот эти электроны фотоны, которыми хронизовалась вся наша Вселенная, они как раз излучались от этой самой плазмы горячей. Но потом, когда вещество Вселенной превратилось в газоблазное состояние, пришло в газоблазное состояние, эти фотоны уже перестали взаимодействовать. И так же, как наша комната, вещество Вселенной стало для них прозрачным. В результате мы имеем сегодня фотографию той Вселенной, которая была совсем другой, ей было всего 380 тысяч лет по труду, а температура у них была не 2,7 кг, а 3 тысячи градусов. Вот сегодня есть фотография, в наше время, вообще фантастическая, конечно. Это прям буквально фотография, это распределение температуры и литвовое излучение по небесной сфере. Это вся небесная сфера. А видно, что есть более теплые области, есть более холодные области. Точность здесь требуется фантастическая, потому что поменение температуры от средней составляет в речи ну меньше, чем одна десятитысячная. Здесь идет мне о 2,7 кг, на гроб. Значит, геркость здесь отложная шкала, речь идет о сотнях миле кг. Но тем не менее, сегодня доступна и есть такая фотография. Она очень информативна, конечно, как и из любой фотографии, на одном месте извлекать информацию. Вот, глазом информации не очень много, но если ее правильно обрабатывать, то можно сделать очень много. Из этой фотографии и из той кладки Вселенной, которую мы сегодня имеем. Значит, ну а я говорю про одну секунду. Это очень ранняя эпоха, когда температура составляла миллиарды градусов. Началась она тогда, когда температура была примерно триллион градусов. А, значит, продолжалась до того момента, когда температура была до нескольких миллиарда градусов. Ну, да, там, сотни миллиарда градусов. И возраст Вселенной составлял тогда от одной секунды начала и до трех минут, до четырех минут, до конец этой эпохи. Чем эта эпоха замечательна? Тем, что в ней, в Вселенной, происходили термоядные реакции. Кроме те реакции, ну, почти те же самые, что происходит в Солнце. И Солнце нас греет, и в Вселенной происходили термоядные реакции. Образовывались элементы, значит, образовывались ядра. И содержание этих элементов можно с одной стороны вычислить, а с другой стороны измерить. Тривиальные задачки тоже, но, тем не менее, известны. Известен состав хреничной среды. Я как не ставка Вселенной, она не изменилась. Такая была, так и осталась. Ну, и отсюда мы, из-за того, что наши результаты сходятся, значит, с наблюдениями элементов, мы делаем вывод о том, что, да, мы правильно понимаем, как была Силена неустроена, примерно через секунду, после большого взрыва, при температуре, триллион грамм. Значит, ну, и результат сегодня не такой, что, как всем, наверное, уже давно набила, оскорена эта картинка, но результат, конечно, удивительный, потому что обычное вещество составляет примерно 5%, ну, точнее, 4,80%, 50%, суетчатая точность есть. Значит, от полной плодости энергии. Значит, немножечко дают нейтрина, не больше, чем полпроцента, из-за того, что у них масса какая-то маленькая. А остальное все дает темная материя, темная энергия. Значит, темная материя и темная энергия имеют совершенно разные свойства по отношению эволюционного взаимодействия. Ну, а если говорить о том, что стандарт, почему стандартная модель не полна, ну, это вот картинка, она вам практически все иллюстрирует. Потому что есть первая проблема, которая состоит в том, что во Вселенной есть вещество, нету антивещества. И стандартные модели, и это отлично подтверждается экспериментом, значит, разность между количеством кварков и антикварков постоянная. Это вареное шло, так называемое, есть такой запонсот хранения, разность шло-кварков минус шло-антикварков. Кварки и антикварки всегда рождаются парами. А мы сделаем из кварков. Наши протоны-гиблоды сделаны из кварков. Значит, и мы знаем, сколько этих кварков существует в современной Вселенной и в ранней Вселенной соответствии. Значит, это прекрасно сохраняющееся число вам. Внеколепно работает закон сохранения. Это мы знаем из того, что протон состоит из трех кварков, он самая легкая частица, которая в районе числа не равно нулю, и из-за сохранения этого вареного числа и из-за войны невозможно распадаться. Все остальные более легкие частицы имеют рулевое вареное число, а он имеет 1. У него три кварка и, соответственно, вареное число 1. И действительно, протон стабилен. Время жизни протона имеется ограничение на уровне 10-33 ашлет. 10-33 гигантское число. Это характеризует точность, которое сохраняется в районе исчезла. Если мы пойдем в раннюю вселенную, то там была ситуация другая, что высокие температуры граждали складки антитарфа и пары. Среди были высокие энергии частиц, температуры широкие энергии. Если у вас достаточная энергия, температура высокая, значит в полковении рождается антитарфа и пары. Примерно то же самое, что происходит в большом оборудовании в Каландере, там антитарфа рождается очень много. Ну и во вселенной рождалось много, и если посмотреть на то, как все это выглядело, выглядело так, что был небольшой избыток на уровне 1 миллиарда, а квартов надо антиквартов в сравнении с полным количеством квартов 1. Эта 1 миллиарда оказалась существенная, потому что при решении вселенной все квартки и антикварты пронегулировали, остался один кварт из этих миллиарда, он был нескомпенсирован, был лишний, и из него все мы с вами возили. Значит, ясно, что такое число требуется объяснять, и ясно, что это не есть начальные данные, в эволюции вселенной полном соображении, значит, нужно, чтобы у вас существовали механизмы, которые приводят к образованию вот такой асимметрии, что у вас в процессе расширения во вселенной асимметричная среда превратилась в несимметричную, у вас возникла такая асимметрия. Это вопрос был, надо сказать, поставлен уже больше, чем 40 лет назад. асимметричная цифровая асимметричная асимметрия. Значит, и в стандартной модели нету механизма генерации этой асимметрии. Стандартная модель не способна объяснить сам фундаментальный факт нашего с вами существования. Стандартная модель, если бы она была правильной с самой высокой энергии, с самой высокой температур, то в этой стандартной модели было бы форму усиленной антиплатно в горячей среде, у нас не было бы вообще ни антиплатно, потому что они все пока не бывают. Протонов, из которых мы все сделаем, не существовали. Первое свидетельство совершенно однозначно о том, что стандартная модель не полна. Значит, ну, правда, конечно, немножко маловато мы с вами знаем, мы знаем всего одно число, а попыток объяснить теоретически их очень много. Есть много моделей, которые позволяют улучшить это число теоретически, но ни одна из них до сих пор инструментально подтверждена, никаких преклонений от стандартной модели нет в этом месте, и это есть проблема, которая может быть не обязательно, но может быть решена для большого огромного товара. Может быть, что за вот такой асимметрия между веществом- антивеществом отличают взаимодействие с масштабной энергией, характерной для большого времени коллайдера, так, скажем, и это вполне как есть такие теоретические модели существуют и необязательно конечно они правильные, но если они правильные, тогда большого огромного коллайдера должен обнаружить явление, из которых мы сможем заключить, что физика, которая сейчас большого огромного коллайдера как раз отвечает за образование асинтри между внутренним терминометрием значит второе свидетельство это серый сектор темная материя ее концентрация измеряется разными способами и космологическое существо вообще тоже все на самом деле для нас они очень не безразличны обычно вещество конечно это важная штука но из-за все сами состоят темная материя это уже важная штука потому что образование галактик первых звезд образование структур которые в конечном итоге привод к звездам и монетным системам это образование целиком обязано темной материи темной материи пучкуется раньше чем обычное вещество образует гравитационные ямы притягивает на себя натягивает и саму темную материю с боков и обычное вещество вот так собирается образуется галактика а изначально изначально как говорится изначально гравитационная яма образуется за счет именно темной материи а не обычной если бы не было темной материи а все остальное будет так же как мы имеем во вселенной но не было никаких негалактиков ни скоплений ни нас с вами так что это существенная для нас штука темная материя отвечая на вопрос почему нейтрино не может быть темной материи во-первых мы знаем что нейтрино маловато у них масса слишком маленькая это экспериментальное ограничение есть на эту тему дискологическое ограничение у них масса маленькая они не могут составлять из темной материи это первое во-вторых нейтрино настолько легкие что они во вселенной остаются релетийским быстро сегодня нейтрино могут быть нерелетийскими по крайней мере один тип нейтрино точно не релетийский он движется медленно за расширение вселенной скорости падают и действительно нейтрино замедляется просто за счет того что вселенная расширяется поэтому сегодня по крайней мере один тип нейтрино имеет маленькие скорости со скоростью света но это с вами недавно произошло а до недавнего времени все нейтрино очень маленькие массы и очень быстро распространялись очень быстро температура у них была примерно такая же как фотома примерно 2 градуса и сегодня она была выше соответственно их кинетической энергии были больше чем мц квадрат и двигались они со скоростью скоростями близкими скоростью света а если частица летает со скоростью света или почти со скоростью света то она не собирается в комки не может образовывать гола метрина на самом деле мешает образованию ступа темной материи с этой точки зрения метрина точно темной материи не годится значит темная материя это она проявляется очень многими явлениях она есть и в скоплениях галактик она есть и в галактиках расположена больше на периферии чем в центре точнее в центре ее тоже много но размер галактики размер голодной материи гораздо больше чем размер видимой части галактики это измерение гуляционных сил и движений звезд скажем в галактике демонстрируют что должна быть темная материя в галактике почему она такая размер голодной и большой значит я не буду говорить подробности как это измеряется но важно что темная материя это новые частицы те которые стандартные модели я вот Гедовард у нас все частицы перечислил стандартные модели там такой кубик а среди этого кубика нет подходящих частиц те не должны быть они должны быть массивные нулевой массой они должны быть электрически нейтральные и стабильные стабильные значит не распадающаяся симпатия дожить на наш день и быть в галактике стабильной галактике значит таких частиц стандартной модели нет это еще одно свидетельство того что стандартная модель неполна значит стабильность это вообще говоря вещь непростая в том смысле что за стабильностью как правило стоит закон сохранения запрещает распродаться частиц значит новый закон сохранения всего закона сохранения мы с вами знаем в физике частиц очень мало закон сохранения кришина заряна то закон сохранения барионной шлаги значит это еще один закон сохранения такой никто не знает теперь почему тут сильная надежда на большой огромный коварь значит ну понятно все дальше вы пекут можете придумывать опять-таки новую частицу придумывать новую теорию в которых есть такие частицы можете пытаться вычислять сколько же их сегодня должно существовать во Вселенной вот если эти частицы имеют массы ну примерно сотни герц 10 герц 100 или 1000 герц то есть 10-100 или 1000 масс протона если они взаимодействуют с обычным веществом довольно слабо но не очень слабо не безумно слабо то вычисление дает ответ это мгновенно делается делается на двух страницах сегодня вычисление дает ответ что до одних частей заказывается ровно столько сколько надо ровно столько чтобы обеспечить темную мотиву это одна из гипотез конечно вычисление настолько простое что она кажется убедительной ну а эта область масс 10 100 или 1000 масс платона это та область которая вполне доступна для большого огромного коллайдера ну и можно думать что одной частицы темной материи дело не ограничено что есть новый класс частиц и этот класс частиц должен быть вот такие примерно массы значит если это так что конечно не обязательно природа может быть устранить совсем не так как мы хотели вы или думали но если это так тогда на большом огромном коллайдере такие частицы должны рождаться в конечном итоге они будут обнаружены значит тут третья свидетельство и бумага и стандартная модель она немножечко не вопросиком тут а темная энергия это вот этот вот черт темная энергия она отличается своими дуэкционными взаимодействиями она не собирается в галактике не собирается в скоперении галактик вообще с грузки не собирается она везде одна и та же где плотность это темная энергия одна и та же с одной стороны она обеспечивает ускоренное расширение селены это наблюдательный факт и удивительным образом оказалось что вселенная расширяется с ускорением а не с ускорением как можно было бы ожидать как получается во всех вас будет ситуация без темной энергии вообще это означает что темная энергия испытывает антигравитацию в смысле этого слова а плотность ее не меняется или почти не меняется со временем это вот есть у нее замечательное свойство опять-таки экспериментально наблюдательно подтверждено ения в отличие от плотности массы вещества и темной материи когда все равно расширяется плотность массы падает как единицы на объем плотности proverbий а вот для темной энергии темной энергии это не так темной энергии плотность почти меняется и совсем меняется со временем несмотря на то что все равно расширяется в древние ну а природой неизвестно может быть все что угодно Это может быть вакуум, энергия вакуума, это может быть новые поля, может быть, мы гравитацию неправильно понимаем, ускоренное расширение у себя не связано с какой-то новой формой энергии, а связано с тем, что гравитация устроена на себе большое расстояние космологическое, не так, как доктор Эйнштейн прописал. Значит, про темную энергию разговаривать сегодня не очень уместно, потому что сегодня, по крайней мере сегодня, кажется, что большой огромный коллайдер совершенно беспомощен с точки зрения изучения темной энергии. Единственный способ повышения темной энергии, по крайней мере, сегодня, это космологическое наблюдение, которое позволяет хорошо измерить темпы расширения Вселенной на разных окопах и революциях. И, соответственно, проследить по этому, по этому темпу расширения, как зависит или не зависит, значит, плотность темной энергии от премии. Если это вакуум, если это энергия вакуума, то зависимость от премии не должно быть совсем. Вакуум, что сегодня, что вчера, что завтра, имеет одну и ту же энергию, и плотность энергии должна быть константа, гировая константа, которая не зависит от времени совсем, а если обнаружится какая-то, пусть слабенькая зависимость от премии, это будет означать, что это уже не вакуум, а, скорее всего, какое-то новое слабенькое, сверхслабное поле, о котором люди ничего, кроме того, что оно несет на телевизорную энергии. Ну вот, заключая, я скажу, что, ну, вообще говоря, большой ровный коллайдер может прояснить нам космологические проблемы, если повезет, если окажется, что да, масштаб энергии характерный для темной материи – это масштаб большого ровного коллайдера, или, значит, взаимодействие и новые частицы, которые отвечают за асимметрию между веществом и веществом, они все живут вот на этом энергетическом масштабе. Никакой гарантии тут нету, значит, ну, вообще, надо сказать, я, может, можно, наверное, спорить на эту тему, но кажется, что гарантий нету, значит, у Большого Дома Николазова планируется, что он будет работать, по крайней мере, до 35-го года, да, еще 20 лет, значит, и нет никакой гарантии, что он, что-нибудь, ну, никакой, до этих 20 лет, значит, есть точки зрения физических частиц, но вот мы неправильно понимаем, вообще, как устроена стандартная модель, почему, и то, что мы называем проблемами, несуразностями стандартной модели, может быть, это у вас даже на какие-либо несуразности, ну, и никто не гарантировал, что космологические проблемы тоже могут быть решены с помощью Большого Дома Николайдера, может быть, энергетический масштаб, масштабы характерны настолько большие, что огромные Большого Дома Николайдера для них просто не дадутся, это вполне не исключено, и вообще, сейчас мне какая-то, как сказать, такая интригующая ситуация, потому что, ну, мы как привыкли к открытиям физико-исоткой энергии, физико-экономические системы, так вот, значит, ситуация интригующая тем, что эти открыты могут, в ближайшем времени, не состояться.